Здравствуйте, уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал. Сегодня снимаю видео об очередной своей последней посылке. В состав посылки вошли лютеин с зеоксантином на кокосовом масле от Sport Resist домашнего бренда iHerb. Также турмерик или куркумин 95% C3 комплекс с биоперином, также на кокосовом масле. Далее хемоплекс железо с кофакторами от Nature's Plus, от домашнего бренда California Gold Nutrition Collagen, морской коллаген с геороновой кислотой и витамином С, это пептиды коллагена, которые лучше усваиваются. Также от домашнего бренда Immune 4 в составе много витаминов, несколько самых необходимых витаминов для поддержки иммунной системы и мелатонин от Now Foods в дозе 3 мг. Это небольшая дозировка, которую легко дозировать, можно принять и 6 мг и 9 мг, так что это очень удобно. Начну по порядку с лютеина. Здесь напоминаю, он на кокосовом масле. Стоимость его 16,16 доллара за 120 штук. Есть меньшая упаковка, 30 штук. Цена ее 7,14 доллара. Лютеин вместе с диоксантином – это ярко окрашенные природные каротиноидные пигменты, полученные из цветков календулы, которые в организме сконцентрированы в макулярной области глаза и могут помочь фильтровать нам высокоэнергетический синий цвет. И таким образом поддерживать здоровье глаз, потому что синий цвет для глаз на них плохо действует. Принимать его нужно по одной жидко-вегетарианской мягкой таблетке. Здесь таблетки запаянные. Во время еды его лучше принимать. Или же посоветоваться с квалифицированным врачом, который разбирается в добавках. Вот такая добавка. Ну что я хочу сказать, что принимая, получить мгновенный эффект не выйдет, потому что, как советовала врач, она говорит, что лютеин нужно принимать длительно и регулярно. Только тогда появится эффект, потому что это натуральный препарат, не синтетический. И как мы знаем, травы нужно принимать длительно, чтобы получить стойкий эффект. Следующая добавочка. На этот раз у меня куркумин. Взяла для своей знакомой, вместе с которой мы в основном кооперируемся. И покупаем сходные добавки. Этот куркумин, турмерик, тоже от Sport Research. Здесь дозировка достаточно высокая и количество 120 мягких таблеток. Стоимость 26,96 доллара. 15% скидка. И в итоге, в той пачке от Натрол упаковки 60 штук, получилось дешевле со скидкой взять этот, чем тот без скидки. В комплекс входит куркумин С3 500 мг. Из них 475 мг. Это стандартизированный экстракт куркумы, лонга. Общее количество куркуминоидов 95%. И экстракт черного перца биоперина 5 мг, тоже 95% стандартизированного биоперина. Что такое стандартизированный, я уже рассказывала. Это значит доза в данной, в одной капсуле подобрана именно такая, что она будет оказывать лечебный эффект. Это не просто измельчили куркуму или куркумин и заложили в капсулы, а именно та доза, которая является лечебной. О куркумине у меня есть не одно видео, так как покупаем его регулярно. Но я хочу напомнить вот такую информацию о куркумине. Как я узнала о его лечебных действиях? Я прочитала, что 67-летняя англичанка вылечилась куркумином от рака. Используя 8 граммов куркумина, не специи куркумы, подчеркиваю, а именно стандартизированного, концентрированного куркумина. И это составляет 2 чайных ложки чистого куркумина. 8 граммов, это 2 чайных ложки чистого куркумина, не куркумы, в день. Таким образом она сделала то, что, к сожалению, не смогли сделать химиопрепараты. Об этом вы можете найти информацию в интернете, видя, что глава 67-летняя англичанка вылечилась от рака. И кроме того, что куркумин – это средство для лечения и профилактики рака, оно также является средством для детоксикации, укрепления иммунитета, противовоспалительным и противопаразитарным. Обычная специя куркума содержит всего 2% куркумина, поэтому столовая ложка куркумы, которая весит 6,8 грамма, содержит всего лишь 0,136 куркумина. Куркумы столько не съешь, даже если очень захотеть, сколько нужно для лечения. Чудо-целитель куркумин обладает следующими действиями. Кроме антибактериальных свойств, куркумин снимает боль, снижает уровень вредного холестерина, забедляет возникновение тромбов, блокирует производство воспалительных веществ, так называемые простоглодины второй степени. Также куркумин помогает предотвратить и облегчить атеросклероз. Проявил себя хорошо в снижении и предотвращении метаболического синдрома, то есть ожирения. Снижает уровень жира в крови, помогает регулировать метаболизм, ну и снижает естественно вес тела. Доказана также эффективность куркумина в снижении риска возникновения диабета. Помогает куркумин почти при всех проблемах с печенью, в том числе при ожирении печени и гепатите. Кстати, в Китае куркумин столетиями используется как антидепрессант. Может препятствовать возникновению амилоидных бляшек в мозгу, снижая риск заболевания болезнью Альцгеймера. Или облегчает проявление уже имеющего заболевания болезнью Альцгеймера. Также куркумин успешно используется в терапии воспалительных кожных заболеваний, в том числе акне и даже псориаза. Куркумин заживляет раны, восстанавливает кожу. Противоспалительные свойства куркумина оказывают отличное влияние в терапии болезней, протекающих системным воспалением. Например, ревматизм и остеоартрит. Вот как раз куркумин от натрола направлен больше для лечения ревматизма и остеоартрита, заболевания костей и суставов. Действие куркумина доказано снижает симптомы аневризмы, то есть выпадение стенки кровеносных сосудов. И помогает куркумин также при проблемах с пищеварением. Хорошо для желудка и для всего желудочно-кишечного тракта как антисептик. Вот из этих всех соображений мы и принимаем куркумин с моей знакомой, ну практически на постоянной основе. Я то точно для себя беру его без перерыва от разных производителей. И терракурмин, и от натрол. Вот в основном эти производители я покупаю для себя. И следующая добавка, которую я приобрела в этот раз, это формула поддержки крови Хемоплекс от Nature's Plus. Стоимость ее 9,29 доллара за 30 таблеток. И это железо с длительным освобождением. Причем это железо с кофакторами. Здесь находятся 30 таблеток, как я уже говорила. Так выглядят, такого размера и такого цвета на таких блистерах. Длительное освобождение обеспечивает то, что само железо дольше будет находиться в крови и не так быстро выводится из организма. Здесь находится еще, кроме всего прочего, витамин С. Это запатентованный, атерифицированный комплекс в виде аскорбин-палметата, аскорбиновой кислоты, аскорбата магния, аскорбата калия, аскорбата цинка. Вот такой комплекс 500% дневной нормы, целых 300 миллиграммов. Также витамин Е, как Д, альфа-токаферилацетат, 100% дневной нормы. Витамин В1, В2, В3, В6. Фалат в виде метилфалата, самая лучшая форма для усваивания. Метилкабаламин, витамин В12, тоже самая лучшая форма для усваивания. Пантатенат, кальция, кальций в виде хилата, хилатный кальций, железо тоже в хилатной форме, цинк, селен, медь, марганец, эльцистеин. И также биофлавоноидный комплекс, бенофлавоноиды из экстракта лимонника, цитрусовых, черника, ежевика, зеленый чай и черная красная малина. А также немножечко свеклы и биоперина для лучшего всасывания и усвоения. Таких блистеров здесь 3 по 10 таблеток в каждом. Повторяю, что врач рекомендациям, которые я пользуюсь, именно эту форму железа, этот препарат рекомендует как самый эффективный. Но предупреждаю, если кто-то будет покупать и писать отзывы, ради бога не ставьте 5 звезд, потому что повышают цену. На препараты, у которых много отличных отзывов, 5 звезд. Отзыв пишите отличный, а звезд ставьте меньше, потому что iHerb поднимает незаметно понемножку цены. Вот такое предостережение еще. Следующая добавка – это коллаген, морской коллаген от California Gold Nutrition, домашнего бренда, вместе с гиалуроновой кислотой и витамином С. Коллаген в виде пептидов. Здесь находится его 206 грамм. Есть большая упаковка. А здесь находится его 40 порций. Напомню о значимости коллагена для организма человека. Коллаген улучшает здоровье кожи, повышая упругость и увлажнение. Укрепляет ногти, волосы и зубы, так как все это имеет в своем составе коллаген. Коллаген уменьшает целлюлит. Когда коллаген в организме вырабатывается меньше, то кожа становится более тонкой, теряет упругость и целлюлит становится более выраженным. Также коллаген способен уменьшить боли в суставах и их дегенерацию. Именно боль в суставе и скованность при движении, вероятнее всего, в этом виновата потеря коллагена. Когда мы теряем коллаген, наши сухожилия и связки начинают двигаться с меньшей легкостью. Это приводит к опухшим суставам и их жесткости. Коллаген для наших суставов необходим как смазка для шарниров, скрипучих дверей. Это актуально для облегчения суставных и мышечных болей для людей с артрозами, ревматоидным артритом и при других заболеваниях в суставах. Коллаген также увеличивает обмен веществ и способствует добавлению и сохранению мышечной массы, предотвращает растяжки. Хочу напомнить, что ломкие и слоящиеся ногти, секущиеся волосы, также причиной таким всем явлением, этим явлением может быть недостаток коллагена. Кроме того, коллаген входит в состав кровеносных сосудов и обеспечивает их эластичность, препятствует их затвердению, тем самым помогает нашим артериям защищаться от атеросклероза. Вот такие основные функции коллагена. Принимать его нужно до еды. Здесь есть мерная ложечка. Минут за 40, за час, еще лучше до еды, нужно принимать, разведя его в жидкости, в воде или в соке, который вы предпочитаете. Последние две добавки. Это иммун-4, известный, сейчас он по большой скидке. Комплекс от домашнего бренда, комплекс витаминов. Здесь входит витамин С, в виде аскорбиновой кислоты, достаточно большая доза, полграмма, 555% дневной нормы. Также витамин Д в натуральном виде, холикарциферола. Здесь тысяча международных единиц его. И цинк в виде пиколината. Цинка – самая лучшая форма. Дозировка здесь не такая большая, 10 мг, профилактическая доза. И селен в виде эльсы, селенметианина – самая лучшая форма для усваиваемости. 100 мкг. Это составляет 182% дневной нормы. Селен очень полезен, также, напомню, и для щитовидной железы. А все это в целом формирует и поддерживает иммунную систему человека. Как витамин С, так и витамин Д, и цинк, и селен. Очень хороший комплекс. И одним выстрелом убиваешь 4 зайца. Профилактические препараты для поддержки нашей иммунной системы. И последнее – это мелатонин. Мелатонин от Now Foods. 3 мг. Хорошо дозировать, как я говорила в начале видео. Удобно. Можно принимать 1, 2 и 3 мг. И легко дозировать. Можно начать с меньших доз, если не помогают увеличить дозировку. А потом постепенно, со временем, можно уменьшать дозировку. Мелатонин принимается не только для улучшения сна, засыпания. Это гормон сна считается. Но это также иммуностимулятор для лечения и восстановления после коронавирусной инфекции. В схемах он присутствует. В схемах лечения и восстановления после COVID-19 присутствует мелатонин. Об этом можно прочитать в американских рекомендациях от различных источников. Кроме того, мелатонин полезен для уменьшения симптомов менопаузы. Способствует улучшению настроения, уменьшению депрессии и проблем со сном при менопаузе и перед менопаузой. Также поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системой. Он может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Об этом нам напоминает фармацевт, рекомендация которой я пользуюсь при покупке товаров Сайхерб. Также он перспективен при лечении рака молочной железы и простаты. Есть исследования о положительной динамике при раке молочной железы при совместном приеме препарата для химиотерапии тамоксифена и мелатонина. Люди с раком пристательной железы имеют более низкие уровни мелатонина, чем люди без этого заболевания. Есть результаты исследований, которые показали, что мелатонин может подавлять деление раковых клеток предстательной железы. Также есть данные, что мелатонин может помогать снижать симптомы фибромиологии и мигрени. Фибромиология – это длительная хроническая мышечно-скелетная боль без воспалительных процессов и повреждений внутренних органов. Мелатонин может помогать в таких случаях. Есть также данные о помощи детям с аутизмом, улучшая параметры сна, улучшает поведение в дневное время суток, но принимать, конечно, только после согласования с врачом. Мелатонин также может облегчать шум и звон в ушах, уменьшать дисфункции мочевого пузыря. Рецепторы к мелатонину находятся в мочевом пузыре и простате. Через уменьшение оксидативного стресса мелатонин ограничивает сокращение мочевого пузыря и вызывает его расслабление, что уменьшает привычное ночное опорожнение и облегчает проблемы с гиперактивным мочевым пузырем. Ну и я упоминала уже, что помогает снять стресс. Уровень мелатонина меняется, если мы испытываем стресс. Стресс снижает концентрацию мелатонина в ночное время и увеличивает производство мелатонина в течение дня, что связано с увеличением гормона стресса кортизолом. Мелатонин помогает облегчить тревожные системы, дневную усталость, беспокойство способствует спокойному настроению и поддерживает работу мозга. Ну, мелатонина есть много разнообразных производителей на их херпе. Можно пробовать каждый раз другой и смотреть, что больше помогает. Дочь моя заказывала мелатонин в виде конфет, ну и отметила все-таки, что действие его существенно слабее, чем мелатонин в капсулах. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно было вам полезным, интересным, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать сообщения о выходе новых видео. А код AY0142 поможет вам получить скидку. До свидания. Будьте здоровы.